Добрый день дорогие друзья! Приветствую вас на нашем YouTube канале компании Boothouse. Представляем сегодня вашему вниманию трансовую байдарку Sport 685 под электромотором. Давайте сделаем осмотр байдарки, что мы имеем, что собой представляет трансовая байдарка Sport 685. Традиционно в носовой части у нас располагается влагозащищенный рундук, оборудованный жестким настилами и отливными клапанами. Объем его составляет 100 литров. Далее идет кокпит длиной 188 сантиметров, посадочная формула 1 плюс 1, то есть взрослый плюс ребенок. Средний кокпит у нас тоже имеет длину 188 сантиметров и тоже посадочную форму 1 плюс 1 и капитанский кокпит длиной 125 сантиметров. В капитанском кокпите у нас располагается капитанское кресло очень удобное поворотное на поворотной опоре на электросах, то есть оно может сдвигаться вперед-назад. За ним располагается один тяговый аккумулятор емкостью 100 ампер. Аккумулятор американский фирмы Троян. Ну и электромотор у нас стоит Минкота 55 эндуромакс. Ну вот сегодня мы разберемся нужен ли такой серьезный достаточно агрегат или можно более бюджетный взять. Сегодня мы все это посмотрим. Почему мы выбрали именно электромотор с тяговым аккумулятором? Потому что последнее время очень большую популярность получает именно электротяга, потому что она действительно ну дает определенные преимущества. Это тишина, это экологичность, это приятность в управлении. И основная задача электромотора на трансовой байдарке это помощь вёслам. То есть установив электромотор на минимальные обороты мы можем двигаться против течения. Вот сейчас это все мы можем наблюдать. Сейчас мы поставили электромотор на минимальные обороты и спокойно как вы видите движемся против течения. Если течение достаточно сильное или встречный ветер мы немножко добавляем тяги и у нас очень уверенное движение. То есть таким образом мы имеем большое преимущество перед надувными байдарками и каркасными байдарками. Как мы видим, что даже минимальных оборотов хватает вполне для уверенного движения. То есть мы можем сделать однозначный вывод, что даже 30 амперного электромотора вполне хватит для туров и выходного дня. Ну а тем более для однодневного путешествия. Все зависит конечно от расстояния, которое мы хотим пройти. Если же у нас действительно мы наметили расстояние достаточно большое для прохождения, то 100 амперного аккумулятора может нам не хватить. Тогда не составляет труда нам в рундук поставить запасной аккумулятор и этого точно уж хватит на два ходовых дня. Таким образом мы можем двигаться вверх по течению, найти благоприятное место хорошее как для отдыха и для рыбалки. На следующий день спуститься вниз. Таким образом тур выходного дня превращается в полное автономное путешествие. То есть нам не нужна заброска, нам не нужно кого-то просить, чтобы сплавиться, потом забрать. Мы ни от кого не зависим и путешествуем в составе своей семьи. Сейчас растет популярность движения именно под электротягой и основной важный вопрос. А можно ли несколько дней путешествовать? Ну допустим неделю. Ответ очень простой. Можно, но конечно в запасе нужно иметь два аккумулятора. Нужно быть готовым подгребать веслами. И самое главное потребуется еще кое-какая установка. То есть мы можем на трансовую байдарку установить тент солнцезащитный и влагозащищенный, ну хотя бы над капитанским кокпитом. И на крышу тента поставить солнечные панели, которые будут в течение дня заряжать один аккумулятор. Можно рассчитать их емкость, можно это все рассчитать и получится таким образом, что в течение дня мы расходуем один аккумулятор, второй в это время подзаряжается. Конечно, если будет солнечная погода, если будут благоприятные условия, потому что если будет пасмурная дождь, мы будем вынуждены двигаться на веслах. Ну это реалии электротяги и поэтому к этому нужно быть готовым. И теперь вопрос, что, сколько стоит. Та установка, которая стоит у нас, у нас тяговый аккумулятор Троян американский стоит в районе 300 долларов и один из лучших моторов Минкота Эндоро Макс 55 стоит в районе 600 долларов. Но, то есть, общая стоимость получается 900. Если брать бензиновые моторы, ну китайцев мы не будем рассматривать, к примеру, Сузуки 2,5 лошадиные силы, это японский хороший маломощный моторчик, он стоит около 700 долларов. Но опять-таки повторюсь, что можно пойти по более бюджетному варианту, то есть взять 30 амперный электромотор и 100 амперный не Троян аккумулятор, а китайского производства аккумулятор и общая стоимость составит тогда в районе 350 долларов. То есть это уже почти в два раза дешевле того же Сузуки 2,5 лошадиные силы и этого комплекта вполне достаточно для тура, ну не тура, а именно путешествия на один день, прогулок, особенно если это не река, а какое-то озеро, то есть закрытая акватория, поплавать вдоль берега, заякориться, половить рыбку, покупаться, то тогда электромотор это очень хороший вариант. Всем желаю хорошего отдыха, сезон начался, так что все на воду!